Известно, что звонил мужчина. Схема та же, что и в прошлый раз. Сообщение поступило в 10-м часу утра на телефон доверия Центра психологической помощи Эйдос. Сотрудники, не раздумывая, снова перенаправили звонок в полицию. На место выехала следственная оперативная группа нашего управления, все экстренные службы города. Территория прилегающая к станции была оцеплена полицейскими. Сотрудник кинологической службы со служебной собакой обследовал территорию, однако взрывного устройства обнаружено не было. А вот сотрудники заправочной станции испугались не на шутку. Да и рабочий день, так же, как и во вторник, пришлось прервать. Открывали заправку по факту звонка в заложенной бомбе. Но это уже второй раз, да? Второй случай за неделю. Сотрудники и автовладельцы разводят плечами. Не понимают, почему именно эта заправка стала объектом телефонных террористов. Это кому-то просто, мне кажется, делать нечего. Звонят по всякой вот... Кто прибирает? Полицейские не исключают, что звонивший во вторник и сегодня один и тот же человек. Рассматриваются все версии. Это и происки конкурентов не отрицают, что звонить мог рассерженный автовладелец. Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Уже возбуждено уголовное дело по статье 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Злоумышленнику грозит до трех лет решение свободы. Алсу Юматова, Евгений Лызаев, Новости НТР.